главный вопрос это что рисовать попадаем ну я я на своем примере хочу рассказать что раньше когда я попадал куда-то на природу или на море то есть одно нарисую пару каких-то там корабликов облака красивый морской закат или кажется что все уже рисовать нечего вот это ну это я считаю что это от неопытности такой но и как бы я про себя расскажу чем больше художник становится тем опытнее тем он больше видит каких-то интересных мотивов то есть то есть не обязательно рисовать обязательно что-то такое стандартно до чего привыкли какие-то там это это не картина то есть мы находим ну как бы как будто бы на пленэре то есть и вот какие-то ненавязчивые сюжеты вот как мы недавно были на пленэре я сказал что художники друг другу постоянно учится вот мой коллега сказал что не обязывающий мотив всегда интереснее получается художника всегда интереснее вот именно ни к чему не обязывающий то есть когда мы рисуем какую-то там панораму пляжа там знаете как бывает на карте и водопад и корабль плывет и там чайки все вместе да то есть ну это уже немножко другая тема открытки то есть и уже это уже картинка чему-то обязывает да то есть там надо уже и на переднем плане женщин нарисовать хорошо там да и как бы корабль посмотреть какой он там марки то есть а вот какие-то не обязывающие мотивы такие там кусочек зонтика какие-то люди они не менее интересны также передают атмосферу какую-то пляжную да и даже может быть потом когда ее эту работу оформляют и вешают в интерьере на может быть даже и намного милее смотрится интересней но это не главное главное то что художник не боится вот его это к ничему не обязывает он не боится это испортить что-то там да не так нарисовать то есть это вот такое как бы ну милая картинка на получается если так совсем простить но перейдем к нашим сестрам значит ну вот у нас есть три фигуры да то есть принципе вот уже на референс я примерно расположил так как они должны располагаться да то есть они находятся все эта группа находится не по центру они немножко смещены влево то есть примерно смотрят они как бы в одну куда-то сторону да и ту не в одну сторону смысле они находятся чуть левее а смотрят чуть вправо да то есть и поэтому справа расстояние чуть больше но такое обычно классический прием нужно найти их местоположение на листе то есть не обязательно вот срисовывать прямо один в один как сейчас на фотографии и не обязательно их рисовать такого масштаба они могут быть чуть-чуть побольше чуть поменьше вот о том о чем я говорил это связано что не надо это не обязывает вас ни к чему чтобы перерисовывать один к одному и конечно же нужно нарисовать чтобы это было похоже на людей да но не нужно стараться вот там чиркать карандашом чтобы прям там по 100 линий стирать потом чтобы это были прям там вот супер такой человек прям классический да как на уроках академического рисования какого-то то есть вот мы берем я вот как бы такой маленький набросочек не видно да здесь вот берем сначала до примеру начинаем с самой левой фигуры да то есть вот примерно я буду чуть рисовать чуть-чуть по ярче чтобы было видно всем да как бы ну и эту линию потом также оставлю то есть тоже не обязательно вытирать потом линии стиражкой стирать то есть вот я определю расстояние да то есть вот у меня будет примерно вот сверху расстояние такое снизу расстояние такое то что я не располагаю ровно по центру да то есть вот я сделаю внизу чуть больше земли песка там гравия а вверху чуть меньше неба то есть и примерно линия горизонта вот у меня будет где-то вот здесь находиться . блине море то есть тоже ее не располагаю по листа то есть вот эти расстояния что были разные признать тоже такой обычный прием чтобы не делить лист по центру хотя вот в работе которую ты тут я написал особо и не видно граница моря так что это не сильно критично то есть чтобы вот эти пятна они не делали такой не убивали нам динамику ну и вот песочек где-то будет вот здесь то есть его линии тоже особо не будет плавно переходить песок в море волны небо будет плавно переходить тоже море значит вот у нас будут три фигуры примерно находиться вот на вот этом уровне ну и начинаем сначала любым но вы можете начать начать сделать схему как бы скелетик такой небольшой да то есть вот от еремной впадины как раз вот если вот это еремная падина это голова если провести прямую линию это будет пятка где-то вот здесь вот делать такую как бы скелет человека нарисовать а потом по нём нарисовать поэтому скелета уже сделать кожу самого человечка нарисовать а можете рисовать прямо сразу линии как набросок они конечно по я получишь немножко кривовато но и в этом будет в этом будет книги такой шарм какая-то может быть стилистика